Всем привет дорогие друзья и добро пожаловать на наш канал Вапа Лайф, на котором мы рассказываем вам о чудесных вещах, которые происходят по всему миру. Многие русские коррупционеры, переезжая в Европу и выводя свои средства в обшоры, начинают тосковать по исконно отечественным продуктам. До этого они ходят в специализированные русские магазины, покупают там продукты, которые привезены из России в Тридорога и продолжают наслаждаться вещей с Родиной. Но вы, мои дорогие законопослушные граждане, не должны этого делать. Именно поэтому сегодня специально для вас я расскажу о пяти исконно русских продуктах, которые вы совершенно свободно можете купить в любом европейском гипермаркете. Поехали! И первая в нашем списке – манка. Она же манная крупа. Наверняка вы помните из детства, как вот эта славная штука превращается в манную кашку. Такая с комочками, да? Ммм, вкуснятинка. Но на самом деле манная крупа – это всего лишь побочный продукт производства пшеничной муки. И поэтому достать манку можно не только в России, а вообще в любой стране, где занимаются производством пшеницы. Россия, Китай, Индия, США, Канада, Пакистан. Друзья, во всем новом и старом свете занимаются производством пшеницы. И после чего эти страны занимаются, собственно, ее экспортом. Поэтому достать манку за границей не составит никакого труда. Все, что вам нужно знать – это название. По-английски манка называется семолина. По-испански – семола. Далее мы перейдем к молочным продуктам. И номер два в нашем списке – это творог. Дело в том, что здесь творогом называют cottage cheese. То есть в названии есть cheese – сыр. И это должно вас насторожить, потому что действительно здесь можно нарваться не на творог под названием cottage cheese, а на сырный продукт, ибо центральные и южные европейцы считают творог сырным продуктом. Поэтому будьте внимательны и не удивляйтесь, если, открыв непрозрачную крышку, вы найдете там не свой любимый творожок-домик в деревне, а творожный сыр альмета или хопа. Помимо этого, творог является низкокалорийным продуктом, по крайней мере, в европейской части нашего мира. И поэтому жирность его составляет не более чем 1,2-1,5%. При этом сама жирность на банке не пишется. И вам нужны неплохие знания математики, чтобы прочитать состав и посчитать, какую долю жир составляет от общей массы продукта. И еще один интересный факт. Жители Центральной и Южной Европы предпочитают употреблять творог слегка солоноватым. Это может показаться немного необычным, но это факт. И поэтому в составе есть соль. Еще один молочный продукт. Это кефир. Кефир. Тот самый кефир, который спасает нас каждый год после новогодних праздников. Исконно кефир был придуман на Кавказе. Но пока карачаевцы, балкарцы, осетины спорят между собой, кто же именно придумал первый кефир, мы продолжаем наслаждаться прекрасным вкусом этого кисломолочного продукта. В Европе ребята не стали особо заморачиваться с переводом названия и так и назвали его кефир. Поэтому на полке супермаркета перепутать его с чем-то другим сложно, однако нужно постараться найти его. По крайней мере, в Южной Европе кефир в дефиците и не всегда присутствует даже в гипермаркете. Даже найдя кефир, вы будете, мягко говоря, удивлены его ценой. Потому что если предыдущие продукты были более-менее сопоставимы с российскими аналогами, кефир будет вам минимум в 5 раз дороже нашего. Помимо этого, здесь можно найти кефир разных вкусов. Например, вот этот кефир со вкусом вишни, а еще вот есть один со вкусом шоколада. Но при этом оба они без сахара. Ну и завершает наш толп всеми нами любимый продукт из детства. Сгущеночка. Наверняка вы либо сами так делали, либо слышали истории других людей, которые любят пробить пару дырочек в банке со сгущенкой и прямо вот так вот пить ее. Да? Что вы спрашиваете, почему две дырочки? Ну, блин, потому что физика. Название сгущенка не оставляет нам никаких шансов подумать о том, что это может быть еще где-то, кроме как в России. Но дело в том, что еще в 19 веке изобретательные, свободолюбивые жители Северной Америки придумали технологию конденсации молока вместе с сахаром. И получили вот прямо дословное название десерта. Sweetened condensed milk или по-нашему сгущенка. Что интересно, здесь сгущенка бывает как обычная, так и обезжиренная. Но самый большой челлендж это найти сгущенку в гипермаркете, даже если она там есть. Потому что если вы ее попытаетесь найти в том отделе, где обычно у нас еды не только от молочных продуктов, или от майонеза, или еще типа того, нет, вас ждет неудача. Дело в том, что здесь сгущенка приравнивается к консервированной сладости, и поэтому находится в том же отделе, что и консервированные фрукты. Вот так вот. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки и пишите в комментариях, какие продукты мы еще не осветили в нашем сегодняшнем выпуске. А также обязательно пишите, на что вы бы еще хотели, чтобы мы сделали обзор. Увидимся!